Улица Жукова в Череповце Это первые орденоносцы Священной Отечественной войны советских народов против кровавых псов фашизма. Как только телеграф и радио разнесли по стране указ о первых героях Отечественной войны, популярны и любимы стали имена героев Советского Союза – Степана Здоровцева, Михаила Жукова, Петра Харитонова. Так воюют и побеждают простые советские люди, не знающие страха в борьбе, гордые сыны нашего крылатого народа. Они множат мастерство и отвагу и бьют врага, беспощадно обрушивая на него тонны стали, уничтожая его в воздухе. Именно имя Михаила Жукова было решено увековечить в названии одной из городских улиц Череповца. Март 1975 года. Исполком Горсовета депутатов трудящихся решил удовлетворить просьбу учащихся школы номер 14, пионерская дружина которой носит имя летчика-земляка, героя Советского Союза Жукова Михаила Петровича, комсомольско-молодежного коллектива 9-й Мартеновской печи, который зачислил Жукова в состав своей бригады и других организаций города о переименовании улицы «Западный проезд» в улицу героя Советского Союза Жукова Михаила Петровича. Михаил Петрович Жуков родился 10 ноября 1917 года в деревне Ружбово Череповецкого района. В 1931 году поступил в Шухоботскую профтехшколу, которую окончил с отличием в 1933 году. Осенью 1936 по комсомольской путевке направлен в аэроклуб в Красной Армии с ноября 1938 года. В октябре 1940 окончил Сталинградское военное авиационное училище, где освоил самолеты Р-5, УТ-4 и Р-16. Вместе со своим одногруппником Степаном Здоровцевым направлен в 158-й истребительный авиационный полк Ленинградского военного округа. В документальном очерке Валентина Викулова под названием «Один из первых», опубликованном в газете «Коммунист» в 1975 году, приводится выдержка из письма начальника архива хранилища Министерства обороны СССР Кореника. 29 июня 1941 года летчики полка отражали многочисленные попытки вражеских самолетов атаковать станцию Ретупе и город Псков. В этот день особо отличился в воздушных боях младший лейтенант Жуков. Не имея боеприпасов, он преследовал бомбардировщик противника, имитировал атаки и наседал до тех пор, пока не вогнал его в Псковское озеро. В музейных фондах Череповца хранится несколько фотографий, на которых запечатлена семья героя Советского Союза Михаила Жукова. Вот его мама Анна Матвеевна вместе с еще совсем юным Мишей и его старшим братом Семеном. Снимок сделан в Ярославле, где Михаил Жуков некоторое время работал на местном шинном заводе. А на этой фотографии 1942 года Жуков со звездой героя на кителе в окружении вологодских партийных и комсомольских работников. Это один из последних снимков. В начале 43-го в Вологодскую область придет трагическая весть. Утро 12 января 1943 года. Начало прорыва блокады Ленинграда. Командир звена 158-го истребительного авиаполка 13-й воздушной армии Ленинградского фронта, старший лейтенант Жуков Михаил Петрович, прикрывая наземные войска в районе поселка Московская Дубровка, вступил в бой с девятью немецкими истребителями. В разгар боя в бензобак попал снаряд, и самолет Жукова взорвался. Это был 263-й вылет летчика. За период своей фронтовой деятельности Михаил Жуков провел 66 воздушных боев, в которых сбил 9 вражеских самолетов лично и 5 в составе группы. 20 января 1943 года летчика Жукова наградят посмертно орденом Ленина орденами Красного Знамени Отечественной войны первой степени.